На днях после прогулки Екатерина Чернышева обнаружила за ухом своей любимицы клеща. Решение хозяйки было однозначным – обращение в ветклинику. Мы сразу пошли в больницу, потому что сейчас эпидемия. Испугались, что мало ли будет переплазмоз. Поэтому сразу обратились к врачу. К сожалению, температура поднялась, поэтому надо будет лечиться. В теплое время года таким пациентам особое внимание. Чтобы поставить диагноз, необходимо провести ряд обследований. У Айны взяли также анализ на периферическую кровь, результат которого стал известен уже через 15 минут. И что позволило увидеть полную картину заболевания. С укусом клеща со слюной в кровь попадает паразит, который разрушает красные кровяные тельца, вызывает ишемические явления в тронхоматозных органах. И вследствие этого поражение печени, почек, селезенки. Старые или ослабленные животные, щенки, шансов заболеть пероплазмозом имеют больше. Поэтому по совету специалистов не стоит пренебрегать ошейниками, а также прививками, которые в два этапа проводятся в зимний период. Кроме того, нужно уметь правильно снять клеща. Спаниэль Арни пока в своей недолгой жизни ни разу не сталкивался с коварным насекомым. Но его хозяйка знает, что делать в таких случаях. Маслом намазать, растительным говорят, да, и он вылезет оттуда. Сразу же необходимо после прогулки животное расчесать и осмотреть зону, особенно где любят присасываться клещ. Если клещ уже присосался, в принципе, владелец сам может его снять, используя специальные приспособления, которые продаются в зоомагазинах, либо привезти животное в клинику ветеринарную, где ему окажутся пристающие помощи. Если клещ впился в животное, то данного клеща можно аккуратно снять и перенести в нашу лабораторию, где мы обследуем все возможные заболевания, которые переносятся. Молодой организм и крепкое здоровье помогли Айне справиться с болезнью на раннем этапе. Но приобретенный хозяйкой опыт в будущем предостережет от прогулок по травке, о чем также предупреждают и ветеринарные врачи. Кстати, из всех животных именно собаки подвержены последствиям укуса клещей. Кошки, к примеру, пероплазмозом болеют крайне редко. Для них гораздо опаснее комары. Но в любом случае хозяевам стоит помнить, лучшая профилактика – это избежание контакта с насекомыми, а также постоянный осмотр своего любимца после прогулок и внимания к его здоровью. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. Продолжение следует...